Уважаемый Барретти, с Вами! Для нас большая честь, каждый Ваш приезд. Мы очень рады Вас приветствовать в нашем Центре Развития Анаэль. Хотелось бы задать Вам несколько вопросов. Первый вопрос такой интересный. Как Вы считаете, какие отношения у человечества с Божественным? Это весь вопрос? Да, это весь вопрос. В древних писаниях говорится, что все имеет единый источник. И что Вселенная, во всем ее многообразии, произошла из единого источника, из единого центра. Собственно, и данные современных ученых тоже это подтверждают, что был один центр взрыва или один центр развития, эволюции. А затем, после возникновения мироздания из единого центра, из единого однообразного центра, появляется многообразие. И это многообразие составляет нашу Вселенную. Она очень многоплановая. Вселенную населяют неодушевленные предметы, одушевленные предметы. Среди одушевленных предметов, в древних ведах говорится, значит, неодушевленных предметов насчитывается 8 миллионов 400 тысяч видов. Среди них 400 тысяч видов составляют люди, человеческие существа. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что человеческие существа имеют отношение с Божественным, как твари по отношению к Творцу. Творец создал все многообразие живых существ, в том числе и человеческих. И какие выводы мы должны делать из того, что мы создание Его, что мы творение, а Он наш Творец, это уже делает каждое индивидуальное живое существо. Как в человеческом обществе одни дети к родителям относятся как к источнику своих богатств, как к предмету эксплуатации, у которых они могут брать деньги, у которых они могут брать удовольствие. Другие чадо считают, что мы должны давать блага, мы должны служить своим родителям. Есть такие, которые считают, что вот эта любовь, этот любовный взаимоотмен, он взаимный. Вот с точки зрения нашей традиции отношение между человечеством в целом и человеком, как индивидуальным существом, и Богом – это взаимоотношение любовного взаимоотмена. Мы дарим Ему свою любовь и получаем от Него тоже любовь. Спасибо. Так вот, живое существо в процессе своей эволюции проходит стадии от самых низших состояний, это состояние камней, минералов, до самых высших состояний, это состояние богов, небожителей. И вот человеческие существа, они занимают уровень чуть выше среднего между неодушевленными предметами или, точнее, условно неодушевленными существами почти неподвижными и существами чрезвычайно подвижными, которых мы называем небожители или боги, или властители стихий. При этом человек, он занимает довольно своеобразное, довольно обособленное положение во всей этой иерархии живых существ. Если в низших формах жизни – это животные, растения, минералы, душа заключена в такую иллюзию или в такое невежество, что все ее действия подчинены плотским инстинктам, другими словами, у живого существа в низших формах жизни нет свободы выбора. А живое существо в низших формах жизни поступает только по велению плоти. Язык хочет есть, значит, животное набрасывается на другое животное. Животное хочется выкупляться, значит, оно набрасывается на особь противоположного пола. То есть там отсутствует, в животном царстве отсутствует мораль и, соответственно, отсутствует свобода. Что касается высших форм, там, где обитают небожители, они тоже лишены свободы, они действуют исключительно по морали. Они действуют в рамках предопределенной дхармы или предопределенного долга. Они ведут жизнь сугубо праведную. И в этом смысле у них тоже нет свободы выбора. Тогда как люди занимают промежуточное положение. Люди обладают двоякой природой. Это животная природа, то есть природа, которая требует от нас исполнения низменных инстинктов. И природа более высокая, давайте назовем ее божественная природа. Природа, которая требует от нас участия некой морали. То есть когда мы, когда животное видит, когда животное обуреваемо похотью видит свою родную мать, то у животного не возникает вопрос совокупляться или не совокупляться. Когда человек обуреваемой похотью видит свою родственницу, свою мать, свою дочь, то несмотря на то, что низменная природа тянет его к совершению этого действия, тем не менее мораль отворачивает его от этого безнравственного поступка. Таким образом, человек на протяжении всей своей сознательной жизни сталкивается с выбором, другими словами, со свободой поступать согласно нравственному закону или поступать согласно плотскому закону. Вот в этом уникальное положение человека. Человек свободен. И у человека, который отвергает позывы плоти, позывы похоти, тот, кто решает жить не по велению чувств, у этого человека появляется возможность прислушиваться к своему внутреннему голосу, к своему внутреннему долгу, к голосу своей совести. И вот если благодаря очищению, благодаря самореализации он учится прислушиваться к голосу своей совести, то в конце концов услышит, что голосом его совести говорит сам Творец, сам Господь Бог, само Божественное начало. И здесь начинается йога. То есть йога означает соединение своей внутренней природы с природой сверхвнутренней, с Божественной природой. Тогда как боги, они только пожинают плоды своих благочестивых действий, а животные пожинают плоды своих плотских инстинктов. Скажите, пожалуйста, какой из методов бахти йога предлагают для реализации сверхцели человека? Бахти йога – это путь слияния своего «я» с «я» Божественным. Но слияние не значит поглощение Божественным «я», моего индивидуального «я». Слияние – это значит слияние в любовных взаимоотношениях. А любовь означает взаимное служение, означает самопожертвование без ожидания оплаты, без ожидания заслуги. Бахти йога предлагает путь самореализации, то есть вытаскивание своего естества, осознание своего естества по отношению к высшему началу. У нас с вами есть два естества – внутреннее и внешнее естество. И то, и другое естество проявляется только во взаимоотношениях с окружающей действительностью, будь то внутренней действительностью или внешней действительностью. То есть наше «я» или самореализация невозможна без некого партнера, некого другого субъекта этих отношений. Например, если кто-то говорит «я беден», это означает, что он имеет в виду кого-то, кто более богат. Если кто-то говорит, что он мужчина, значит, он предполагает, что он находится во взаимоотношениях, хороших или плохих, но во взаимоотношениях со своей отрицательной половиной, с женщиной. Если кто-то говорит, что он начальник, то вот в этом понятии сразу заключено подчинённое. Если он говорит, что он подчинённый, значит, есть начальник. Если он говорит, что он пешеход, он сразу же подразумевает, что есть автомобилисты. То есть наше Я, оно всегда проявляется во взаимоотношениях с другими субъектами. Вот Бхакти-йога говорит, что наше подлинное Я может проявиться, наше истинное, естественное Я может проявиться, опять-таки, во взаимоотношениях, но не с субъектами окружающего мира, которые постоянно меняются, которые из бедных переходят в богатых, из друзей во врагов, из врагов в друзей, а во взаимоотношениях с неким незыблемым началом, незыблемой субстанцией. Это есть Высшее Я. Вот наше подлинное Я может реализовать себя, может обрести гармонию и счастье во взаимоотношениях с внутренним Я или Божественным Я. Вот эти два супер-Я и мое индивидуальное Я в Бхакти-йоге соединяются в йоге любви, то есть йоге взаимного самопожертвования или жертвенного обмена эмоциями. В этом смысл Бхакти-йоги. Как Бхакти-йога помогает выйти из животного Я в сверх-Я? Опять-таки, я в предыдущем вопросе ответил, в предыдущем ответе ответил на этот вопрос частично. Наше Я раскрывается во взаимоотношениях с окружающими. Если нас окружают существа животного сознания, то их сознание, их ценности, их модели поведения, их цели, в конце концов, будут влиять на наши ценности, на наши модели поведения и на наши цели, на наши приоритеты. Как вот, если в семье двое детей, и старший запинается, заикается, то младший обязательно будет заикаться. Хотя у него, может быть, нет таких расстройств, но, тем не менее, он будет подражать. Точно так же, если мы связываем свою жизнь с людьми, с существами низшей природы, с существами, для которых ценно это стяжательство, это власть, это тщеславие, почет, то мы будем заражаться их ценностями. Мы будем так же думать, что внимание окружающих к нам, почтение, слава, представляют из себя что-то важное. Мы будем добиваться этого, хотя наше внутреннее Я будет всячески этому противиться, но мы будем это внутреннее Я подавлять. только потому, что мы заражаемся вот этой болезнью стяжательства, болезнью привлечения внимания окружающего к себе, нам будет казаться, что это что-то ценное. Но внутри себя мы будем думать, а я несчастлив. Да, даже если весь мир смотрит на меня, затаив дыхание и с учащенным сердцебиением, внутренне я все равно несчастен, внутренне я все равно нет гармонии. Потому, что чувства ненасытны, они требуют больше и больше. Вот Бхакти-йога предлагает, прежде всего Бхакти-йога утверждает, что для того, чтобы быть внутренне счастливым, нужно восстановить свои взаимоотношения с абсолютным началом, с абсолютным центром. Эти отношения, как мы говорили ранее, это отношения слуги и господина, раба Божьего и повелителя. Это естественные наши отношения. Отношения части и целого, часть всегда подчиненная по отношению к целому. Так вот, чтобы восстановить эти гармоничные отношения с целым, нужно поместить себя в среду, где царит атмосфера служения, атмосфера добра, атмосфера самопожертвования, но не атмосфера стяжательства. Вот Бхакти-йога именно это и предлагает, чтобы реализовать свое внутреннее я, свое божественное я и отделить от себя, уничтожить в себе я стяжательское, нужно общаться с такими же существами, с такими же людьми, душами, которые посвятил свою жизнь служению высшему началу. Какие бы Вы могли дать рекомендации, Астер, для выхода из депрессивного состояния? Нужно проникнуть в корень, в причину депрессивного состояния, от чего происходит у нас депрессивное состояние, и изменить эту причину. Депрессия – это подавленность. Подавленность и, как психологи говорят, фрустрация, разочарование. Чтобы не было разочарования, а, соответственно, депрессия, нужно вначале не очаровываться. Если не будет очарования, то не будет разочарования. Если Вы очарованы образами богатства, власти над другими, влияния, славы, собственной славы, одним словом, если Вы очарованы тщеславием, то Вы обязательно впадёте в... Вы когда-нибудь испытаете разочарование, а затем и подавленность, депрессия. Если не строить намерений закрепиться в этом мире, где всё напоминает... где всё зыбко, где всё тает, как льдина весною на реке. Если не пытаться построить здесь постоянного... Если не пытаться построить постоянного жилища на временной льдине, тогда не будет подавленности. Здесь всё течёт. Нам кажется, что есть что-то незыблемое. Но если мы свой опыт растянем на несколько лет, на несколько тысяч или миллионов лет, мы увидим, что даже эти дома, они текут. Они постепенно опускаются в почву. Они постепенно разваливаются. Просто воду мы можем видеть, как она течёт в нашем нынешнем опыте. А камни мы не можем видеть, как они текут. Но при этом они такие же жидкие. Просто их текучесть растянута на миллионы лет. Или горы. Здесь всё течёт. Здесь всё зыбко. Здесь всё болото. Если мы не пытаемся построить здесь... твёрдые жилища, где мы хотим закрепиться, или, как они говорят, чтобы память о нас навсегда сохранилась в веках. В каких веках? В чьих головах будет память о вас сохраняться, если они также умрут через несколько лет? Вот если мы не строим вот этих планов, если мы не очаровываемся незыблемостью в мире, где всё зыбко, тогда не будет разочарований. Кончина, смерть – самое естественное из всего, что может произойти с нами. Это самое естественное. Потери, кончина, поражение – они очень естественны. Если мы не очаровываемся победами в этом туманном мире, тогда мы не будем разочарованы. Если мы знаем, что мы здесь пассажиры, мы сели на станции под названием 1980 и сойдём на станции под названием 2060 или 2045, тогда мы не будем разочарованы событиями, которые проистекают на этом перегоне. Если мы осознаем, что мы вечные, но здесь мы лишь временные, мы пассажиры, тогда мы не будем разочарованы. Какие бы вы могли дать рекомендации для человека с постоянными денежными затруднениями? Богатый не тот, у кого мало, а тот, кому не надо больше, чем у него есть. Деньги – это долговые обязательства. Например, если у вас горы денег Советского Союза, вы себя будете считать богатым? Потому что это просто бумаги. Почему? Потому что по этим бумагам никто не будет производить для вас ни товаров, ни услуг. То есть никто не будет вам должен. Если вы достанете советскую купюру, то никто не шелохнется даже. Потому что он не считает себя должным вам. Если вы достанете современную купюру, то человек будет производить для вас или товары, или услуги. То есть он себя, при виде вот этой бумажки, он будет считать себя вашим должником. Поэтому что такое богатый человек? Это тот, кому очень многие должны. Или должен один все, или многие по чуть-чуть. Это богатый человек. А что такое бедный человек? Это тот, перед кем другие не считают себя должниками. Ну и ладно, пусть не считают. Подумаешь, меньше должников. Мы в этот мир приходим без всего и уходим без всего. Но в промежутке мы очень беспокоимся о том, что нам кто-то недостаточно должен. Богатый – это тот, кому многие должны. А зачем беспокоиться, если себе должны мало людей? Например, сколько бы у вас не было денег, животные никогда не будут считать себя вашим должниками. А люди будут считать, потому что они верят, что вот это вот блага. Так вот, рекомендации человеку, который испытывает денежные затруднения, не считать себя испытывающим денежные затруднения. Скажите, пожалуйста, как можно совместить и возможно ли бахти-йогу с другими духовными практиками? Рейки, цигун? Никак нельзя. Почему? Потому что все духовные практики, абсолютно все, кроме бахти-йоги, призывают человека быть сильным, призывают человека к самоутверждению, призывают человека стяжать либо силы, либо влияние, либо почет, либо тайную власть, это называется мистическими силами. Тогда как бахти-йога постоянно напоминает нам о том, что мы рабы Божии, и мы зависим всецело от Его милости. То есть все духовные практики и религии, они кардинально отличаются от бахти-йоги, потому что бахти-йога начинает с того, что ты раб Божий, и заканчивает с того, что ты раб Божий. Ты покорный слуга Всевышнего Альфа и Омега, от начала и до конца. В тебе не должно быть никакой твердости. В бахти-йоге нет ни одного твердого места, ни одной косточки. Все предельно пластично и предельно мягко. То есть в душе нет ни одного твердого места. Преданный Господа, он бесконечно пластичен, бесконечно податлив воле своего Господина. Господь может обласкать преданного, Господь может растоптать его, Господь может разорвать сердце своего преданного, пренебрежением, необращением внимания, но он всегда останется для преданного Господом и повелителем сердца. В этом смысл понятия целомудрия. Целомудрия означает быть верным или верной одному и быть совершенно недоступным для всего остального, для всех остальных. В этом смысл целомудрия. То есть есть две крайности. Это блуд, когда ты доступен всем. Когда ты доступен всем богам, всем кумирам, всем хозяевам, всем сильным мира сего. Это блуд. Ты принимаешь любое их вероучение, ты со всем соглашаешься. И есть недотрога, старая дева, которая ни перед кем никогда не откроется. И то, и другое порочно. Целомудрия означает быть верным одному, своему повелителю, Господу Всевышнему, и быть абсолютно недоступным для другого. Тогда как все остальные учения, религии, они либо нас ведут в одну крайность, либо в другую крайность. Тогда вот в продолжение предыдущего вопроса. Как по-вашему, что означает быть преданным Богу? Я только что ответил на это. Это безусловное целомудрие. Это безусловная покорность Его воле. Мы не можем знать Его промыслов, но мы можем сдаться Его воле. Какую бы волю Он для нас не уготовил, мы Ему подчиняемся. Спасибо. 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 Продолжение следует...